Расписанные стены, разбитые окна и замок на двери. Так выглядело здание Дома культуры ещё в ноябре прошлого года. Оно закрылось во время перестройки. С тех пор стало местом притяжения отнюдь не талантливых людей и любителей кино, как это было в советское время. Я строил его, этот клуб. В 70-х годах мы начали строить. В 75-м открытие было, если не ошибаюсь. Раза три-четыре я ходил. Было очень хорошо. Ну а потом начали рекламные эти 90-х годов, начали рекламные эти щиты выпускать. И молодёжь полностью по улице Труда, по КСМ, по Большому. Ну что делали? Курили, пили, ходили. Некуда было молодёжи деваться. Мы очень благодарны главе города, что он нашёл средства и выделил нам на ремонт этого клуба. Вопрос восстановления Дома культуры был непростым. Многое пришлось сделать главе города, чтобы этот объект стал муниципальным. Дальше финансовая составляющая. И несмотря на то, что в бюджете города на счету каждая копейка, Анатолий Пахомов изыскал средства и выделил на капитальный ремонт 34 миллиона рублей. Теперь важно, говорит градоначальник, чтобы новый центр национальных культур, именно с таким названием возродится Дом культуры, работал на достойном уровне. Важная задача сегодня, чтобы действительно было подобрано штатное расписание, должны быть работники. И эти работники уже сегодня должны смотреть и говорить строителям, нам надо сделать вот так. Это должен быть центром, куда будут ходить и дети, и взрослые, и находить себе увлечение по душе. Капитальный ремонт здания площадью 1500 квадратных метров начался в марте этого года. За три месяца строители сделали многое. Облагородили фасад, утеплили стены, отремонтировали потолки, заменили все линии коммуникаций. Сейчас занимаются главным залом, киноконцертом, монтируют сцену и зрительские места. Все работы, которые внутри уже подготовлены, под кабинетом, под секционные работы, потому что здесь же сам смысл, много секционной работы. Здесь юные художники, здесь декоративная, здесь вышивка, здесь много, плюс пение, плюс танцы. Здесь большая работа готовится. И вот эти помещения практически уже на 60-70% готовы. Идет, и постоянно идет работа. Постоянно здесь глава приезжает, начальники управления культуры. Ну, постоянно на контроле у всех, потому что микрорайон большой. Руководитель Центра национальных культур планирует открытие спортивные направления. Уже сейчас большое количество молодежи, не только микрорайона КСМ, но и ближайших сел интересуются перечнем кружков. Уже осенью обновленный Дом культуры откроет свои двери. Праздник в микрорайоне КСМ запланирован на 1 октября.